Всем привет! Сегодня будет обзор на одну из моих последних интернет-покупок. Я давно задумывался о вертикальном пылесосе, потому что живу в студии, так что не видел смысла покупать большой напольный. В итоге, после всех раздумий я остановился на новой модели Walmart D703 Chiroid. Доставили мне ее всего пару недель назад. И вот я решил подготовить вам небольшой обзор на это чудо техники. Ну и так поехали! Итак, в комплект Walmart D703 Chiroid входит основание пылесоса, ручной модуль, который к нему крепится, насадки для ручного модуля, щелевая и для мягкой мебели, штука для очистки фильтра и турбощетки и напольная зарядная станция. Сейчас расскажу подробнее о каждом элементе. Зарядная станция у D703 Chiroid напольная, что очень удобно по сравнению с настенной, потому что не нужно искать место и сверлить дырки в стене. Просто сложил станцию, подключил к розетке через адаптер и поставил там, где тебе нужно. Она пластиковая, прочная, сзади есть специально предусмотренные ниши, в которые можно вставить насадки для ручного модуля, чтобы они не валялись по дому и не терялись, пока вы ими не пользуетесь. Потом можно просто поставить пылесос на станцию, и все, он заряжается. Пользоваться вертикалкой, одно удовольствие. Снял с зарядки, нажал на кнопку. Есть кнопки на ручке пылесоса, где можно выбирать мощность, включать-выключать турбощетку. Плюс сзади на ручке есть кнопка, по которой можно сложить ручку пылесоса в любую сторону. Например, если нажать ее и направить пылесос вниз, то он легко заедет под стол, стулья. Наклоняться в этом случае особо не придется. Складывая ручку на себя, можно сделать пылесос компактным. Это уместно, если вы пылесос уже зарядили и хотите убрать в шкаф, на балкон или в кладовку. Тогда он займет минимум места. Лапа пылесоса очень маневренная. Она хорошо вращается при уборке, чтобы попасть во все труднодоступные места. И если мне нужно оставить пылесос посреди комнаты, чтобы отвлечься на что-то в процессе, она фиксируется и дает пылесосу держать равновесие. Небольшой, но приятный бонус. Отдельно хочу рассказать о турбощетке. Мало того, что она отлично собирает мусор практически на любой поверхности, у меня дома только паркет да плитка в ванной, но не суть. Она еще и легко достается и очищается. Ставить ее обратно тоже несложно. Главное попасть в специальный треугольник к концам турбощетки, поставить ее на место и закрепить специальной защелкой. Кроме того, что я живу в студии, была еще одна причина, по которой я рассматривал именно вертикальные пылесосы. Это ручной модуль. Он легко отсоединяется от корпуса нажатием на кнопку, очень компактный и легкий. У него есть своя панель управления, нажал на кнопку и собрал всякий мусор с подоконников или под плентусами за кроватью, куда лапа пылесоса не достает. Можно использовать и без насадок, как я обычно и делаю, потому что они мне не особо нужны. Но при большом желании, надеваем насадку для мягкой мебели, ею можно почистить от крошек диван или стулья, если у вас мягкая обивка или щелевую насадку. Но ее принцип работы не особо отличается от работы самого модуля без насадок. Так что это скорее лишняя роскошь, которая может пригодиться кому-то в большой квартире с обилием мебели, но мне в студии хватает и просто ручного модуля из самого пылесоса. Кстати еще про ручной модуль. В нем же и находится пылесборник. Его объем у D703 Chiroid почти литр. Этого более чем достаточно для моей студии. Понятное дело, чищу я его даже не после каждой уборки, а после трех или четырех уборок. Хотя у меня есть дома код, что несомненно большой плюс для меня. Чистить его очень просто. Тут практически реализована система бесконтактной очистки. Нажал на специальную кнопку на ручном модуле, отсоединил контейнер и высыпал из него все в мусорное ведро. Дальше уже переходим к очистке фильтров. Чищаем все, что намоталось на фильтр грубой очистки. Вот и пригодилась нам щеточка из комплекта, чтобы не делать это голыми руками. Снимаем его и чистим HEPA фильтр. Хорошенько прочищаем все углубления, чтобы не ухудшались его фильтрующие свойства, со щеточкой все это делается довольно легко и быстро. В конце такой очистки можно его еще помыть при желании. Потом снимаем лапу пылесоса, сзади есть специальная кнопка, на которую нужно нажать, и тоже хорошенько чистим. Достаем турбощетку, срезаем с нее намотавшиеся нитки, волосы и так далее, при помощи специального крючка, он с другого конца аксессуара из комплекта. Мне очень понравилось, что производитель сделал все, чтобы можно было минимально контактировать с мусором, все-таки это процесс не из приятных. Тут же пылесос можно почистить после уборки довольно быстро и без особых усилий. В конце вставляем турбощетку обратно, крепим лапу к корпусу. Ставим на место чистый ручной модуль, и при необходимости ставим на док станцию, чтобы пылесос был всегда готов к следующей уборке. Кстати, по поводу зарядки, заряжается пылесос часа 3-4 по-разному, просто я никогда его не разряжал до полного отключения. Самого заряда хватает в итоге на полчаса точно, для моей студии более чем достаточно, потому что я убираюсь в целом минут 15-20, может чуть больше. Для меня это комфортное время работы, но если у вас дом побольше, может быть маловато, учтите этот момент. Что ж, подведу итоги. Вертикальный пылесос Walmart D703 Chiroid, это точно одно из моих самых полезных приобретений за последнее время. Меня лично он устраивает по всем параметрам, и хорошая турбощетка, и ручной модуль, и очень удобное, максимально простое управление, простота сборки и разборки. Очень советую всем, кто ищет себе компактный пылесос для небольшой квартиры, тем более, если у вас есть домашние животные. Спасибо за просмотр, надеюсь вам это было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч с новыми обзорами и рейтингами техники для дома.